В Краснодарском крае еще одно российское военное судно решило пойти по курсу крейсера Москва. Никаких иномарок в России. Путин запретил или в чем подвох? Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Уникальные кадры из госпиталя в Московской области. Не пропустите! Гляди, сколько народу собралось, и все хоть проверят свое здоровье. Всем привет! Меня зовут Юлия Корт, и это программа «В тренде». Я расскажу вам актуальные новости, покажу провокационные видео, и поговорим с вами о пропаганде, которая изо дня в день убивает надежду на будущее в российском обществе. Похоже, что после атаки морских ударных беспилотников на порт в Новороссийске в Краснодарском крае еще одно российское военносудно решило пойти по курсу, проложенному в апреле 2022 года ракетным крейсером Москва. По данным главы региона Кондратьева, пострадавших и разрушений нет. А на самом деле корабль получил пробоину, и в результате затопления части отсеков сильно упал на левый борт. А местный порт закрыли для движения судов. Кстати, поврежденное судно – большой десантный корабль «Оленигорский горняк». Это корабль Северного флота Российской Федерации, заведенный зимой 2022 года в Черное море с целью усиления штурмовой группировки и десантирования возле Одессы. Десантироваться с него теперь могут только чайки. Польша переместила свои ударные вертолеты к границе с Белоруссией. На месте летчики, которые были в Афганистане и Ираке. При провокациях на границе они готовы использовать оружие. НАТО, трепещи и бойся! Союзное государство придет на помощь и всех спасет. Друзья, перед вами будущие защитники Родины, наше мощное подрастающее поколение, воспитанники бойцовского клуба «Гёхушенка» и «Каразбрэ». Смешные такие. Понимаю, почему туда вагнеров понавезли, а то эти только цирковые номера могут исполнять. Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Такие заявления сделал Путин. А все почему? Потому что все якобы должны помочь АвтоВАЗу. Поэтому госзакупок иномарок для чиновников больше не будет. Министерство, ведомство, управление делами обратилось с просьбой закупки продолжить и сделать упор на автомобили иностранного производства. Продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше. Ничего страшного. Наоборот, это же хорошо. Все это чиновничество наше замечательное. Но должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. Я вам раскрою секрет. Знаете, почему не будет больше иномарок? Потому что вам их никто продавать не собирается. А если их хоть как-то и довезут до России, то ремонтировать в другой стране их нерентабельно. А в вашу страну запчасти не поставляются. Все просто. Под видом поддержки отечественного скрывается горькая правда. Путина стебет весь мир. А чтобы вытащить себя со дна, он пытается хотя бы показать значимость для страны старющего завода. Там, где современных станков даже нет. Может, сразу на брички пересадите? Привыкните. Вы ж и к Путину привыкли. В подмосковном на Рафаминске командир раздевал подчиненных догола. Уберите детей от экранов. На видео пять полностью раздетых мужчин. Вот воинская часть. Комбриг издевается над солдатами. Военную полицию назвали. Раздели догола мужиков. Пацаны побежали. Бьют дубинками. Заставляют там что-то траву щипать. Ну, все бьют. Ну, ну. Подмосковье на Рафаминск. Танковая дивизия. Ну, что я могу сказать. Уж очень высокие отношения у командиров с военнослужащими 4-й танковой Кантемировской дивизии. Русская медицина – это цирк, что очередной раз доказывает данное мероприятие. Выездные диспансеризации в регионе организовывает правительство области по нацпроекту здравоохранения. Выезды во все районы еженедельные. График работы ФАПов можно найти на сайтах медорганизаций. Наставили шатров, а россияне тому и рады. Гляди, сколько народу собралось. И все хоть проверят свое здоровье. Все правильно. Жить-то повеселее будет. Довольны очень местные жители. Я вам говорю, что очень довольны люди. Тоже говорят большое спасибо, что вот так вот все-таки организовали. Понравилось мне вот это измерение роста и веса прямо на земле. Очень точно, наверное. Усоким спросом пользуются процедуры по измерению веса, уровня сахара и холестерина в крови и ЭКГ. Гинекологические исследования, флюорографию и маммографию врачи проводят в специальных ФАПах. Слушайте, у них этому всему еще и название есть. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Ну что, на улице наверняка получше, чем в облезлой клинике. К примеру, в Тольятти. Пришла к терапевту и пока сидела, все больше приходила в шок. Сидела и не могла понять, куда я пришла. Стены ободраны, линолеум либо в заплатках, либо вообще отсутствует. Второй этаж поликлиники. Это помещение хуже, чем в конюшне. И то невозможно сравнить. Я не понимаю, постоянно слышу, что ремонтируют, строят, выделяют деньги. И вот это вот в конце. Куда уходят деньги? Как куда? На войну и на откаты, чтобы на нее не попасть. А вы что, захотели ремонт? Ну уж нет, подождите. Надо спастись от НАТО. А потом уже подумаем, что дальше делать. Как вам рот закрыть? А что вы думаете по этому поводу? Как у вас обстоят дела с медициной в регионе? Пишите в комментариях и не забудьте поставить лайк этому видео. И обязательно подписаться, чтобы ничего интересного не пропустить. Все, нас рассекретили. Врагам все стало известно про Асканию. Заповедник Аскания-Нова фигурировал в сводках Министерства обороны России. Здесь, по данным военного ведомства, располагалась одна из украинских биолабораторий, которая работала по заказу Пентагона. Ну не дают работать враги проклятые. Все карты снова раскрыты. Придется снова ехать в Пентагон и ждать указаний, как нам жить дальше. А вот я когда увидела эту новость, ржала полдня. В Московской области в госпитале Вишневского замироточили двери. Все двери на каждом этаже. В этой больнице очень много молодых парней, раненых. Их привозят с мест военных действий. За жизнь одного такого молодого парня месяц назад врачи боролись очень долго. Но чудо в этот раз не получилось. Он умер на операционном столе. В момент его смерти на всех стеклянных дверях, ведущих с первого до шестого этажа, до комнаты реанимации отпечаталась Богоматерь. Стереть изображение невозможно, оно внутри стекла. Она везде разная, но везде сразу угадывается Богоматерь. Приезжали в больницу посмотреть на это и патриарх, и старец Ильи. Ильи сказал, да, она приходила, забрала его, чтобы он не страдал. А по коридорам больницы ходят эти раненые мальчики под присмотром Богоматери. Ну разве не чудо? Господи, что только не льют в голову россиянам, лишь бы они продолжали воевать, а не сбегали. Даже Бог с ними. А не, Богоматерь. Наверное, патриархи и старцы просто в школе плохо учились. Или не учились вовсе. И не знают ничего о конденсате. Тут бы по рукам строителям надавать и на завод металлопластиковых окон в суд подать за такое безобразие, а не радоваться второму приходу. Ну и к хорошим новостям. Что-то горит. В Подмосковье взрыв на кислородно-аккумуляторном составе в селе Очкасово. Для понимания, горел цех, где делали батареи, которые использовались в иранских шахидах. 8,5 тысяч раненых десантников. Упс, проговорился. В виде обращений товарищ Чеплинский, глава ВДВ, гордо заявил, что более 5 тысяч раненых десантников вернулись в строй после госпиталя. Более 5 тысяч получивших ранения десантников после лечения вернулись на фронт. А свыше 3,5 тысяч наших раненых вообще отказались покинуть передовую. Вот такое оно десантное братство. Через некоторое время редакторы телеканала «Звезда» поняли, что генерал взболтнул лишнего и удалил видео из телеграм-канала, из сайта телеканала. Но интернет-то все помнит. Спасибо вам за мужество, верность присяге, боевые друзья. Хотел бы сказать об огромной работе министра обороны Сергея Кужегетовича Шойгу, усилиями которого воздушно-десантные войска получают все больше современной техники. Если только в одном роде войск столько раненых, то сколько в остальных, а, Шойгу? Ну расскажи уже, россияне хотят знать правду. Хотите еще доказательств? Свалку цинковых гробов обнаружили жители Хмао-Югры. Вот фото выброшенных гробов и венков на кладбище, где во время похорон останки переложили, а гробы выкинули. И никто не скрывал смертей, потому как они пролежали на стихийной помойке не меньше месяца. Почему ты такой недовольный? Потому что мое личное время я должен... Если тебе не нравится, уезжай. Уберут другие. Чего ты тут разорался? Чего мне не орать? Кто вас послал сюда, скажи? Администрация послала. Ну вот так и надо было сказать. В Емельяновской школе теперь нет истории, математики и английского языка. Потому что учителя вступили в швейные войска. Они шьют балаклавы, плащ-палатки, толстовки и футболки. Профессия с очень маленькой зарплатой. Учителя – незащищенный слой населения, которые вынуждены брать дополнительные ставки или заниматься репетиторством. А теперь еще и шьют вещи на войну. Место Минобороны. Прекрасно. В Свердловской области двое вернувшихся с войны вояк пытались утопить в фонтане 18-летнюю девушку из-за ее цвета волос. На камерах видно, как один из них топит девушку, а другой кидается продуктами. Им просто не понравились ее голубые волосы. Они якобы заявили, что она похожа на еврейку. Мать девушки рассказала, что нападавшие кричали, что только что вернулись с войны. Пострадавшая обратилась в полицию. У нее должны снять побои. Беспилотники в Москву зачастили. Путин, который обещал спасти всех, не может спасти даже себя. Но время настало. Даже российские военные рады тому, что беспилотники летят в их столицу. Вот так спустя полтора года поменялись центры принятия решений. Я думаю, в Москва-Сессии мало ракеток. Больше было этих бюджемесманов, чтобы меньше денег было. Наверное, лучше отдали. Ну, это... За зуб, за зуб. Россия напала. Так и пусть получают то, что захотели сами. Правильно делают. Может быть. Где-то у кого-то голова повернется. Правильно думать. Не лезть куда не надо. Это было очень даже хорошо, чтобы все вот эти люди, которые там были, сюда, б***ь, сюда прислать бы и вот выдать им броники-каски и побегать вот так же, там, в окопах с пацанами, б***ь. П***ь. Ну, справедливо было, что так получилось с ними, что взрыв произошел именно там, где и должно проходить вообще все эти боевые действия.